Вы уже знаете, что теорема их на, а должны увидеть, как то же самое доказательство, которое я сейчас рассказал, можно представить при помощи методов бесконечных произведений. Вообще, бесконечные произведения Эйвер много всего надоказывал, очень интересных фактов. Поехали. Каким образом число представимо в виде суммы пофарно-различных слагаемых? Как это вообще написано? Вот это. Пофарно-различные слагаемые. Эйвер отвечает. Ребята, нужно просто перемножить в следующие слаги. Итак, это произведение 1 плюс 6 в степени n, где n пробегает все нейтральные части. Будьте добры, это запишите формулу. Эту строчку. Потому что на ней мы сейчас будем долго думать. Извините, а что такое x? Буква. Ну ладно. Вот идея Эйлера была в том, что не обязательно вместо x что-то подставлять. Есть дети, которые думают, что буква это обязательно число, и что буква сама по себе неинтересна. А в некоторый момент школьники вдруг понимают, что бывает просто буквенная алгебра, и что ответ иногда пишут через буквы, а число конкретное не так уж и интересно, потому что интересен буквенный ответ. Вот Эйвер понял, что в данном случае x совершенно неважно. Это не число. Мы делаем раскрытие бесконечного количества скобок. Давайте подумаем, как их вообще раскрывать. Ну, для того, чтобы вам было легче, представляйте себе, что x это какое-нибудь очень-очень-очень маленькое число. Скажем, x это одна десятка, не одна миллиардная. Так вам будет дать душевно спокойно. x какая-то маленькая такая величина. Итак, раскрываем скобки. 1 умножить на 1, на 1, на 1, на 1 и так далее. Сколько будет? 1. А еще можно взять из этой скобки x, а из всех остальных единицы. Это будет x. А можно отсюда взять x квадрат, а из всех остальных единицы. А можно отсюда взять x, а отсюда x квадрат. Так, ребята, для понятности я напишу так. x умножить на x квадрат. Так, а можно взять x квадрат. Я единицы не пишу, потому что их бесконечное количество. А вот степень x я опишу. Господа, а можно взять x умножить на x квадрат. А можно взять x в четвертую. Посмотрите и постарайтесь понять, что то, что я вам сейчас пишу, это в точности и есть представление чисел в виде суммы попарно различным слагаемым. Внимательно посмотрите, что здесь такое. Здесь написано на самом деле 1 плюс 2. И с четвертой, вспомните, пожалуйста, это было 1 плюс 3, это было 4. Дальше x в пятой, x в квадрате умножить на x в путь, x в первой умножить на x в пятой. Я не знаю, насколько это интересно дальше писать, потому что мне кажется, что вы это уже должны были понять. Это 1 плюс 5, это будет 2 плюс 4, это будет x умножить на x в квадрате умножить на x в путь и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, когда вы раскроете скобки, то коэффициент, который здесь появляется после раскрытия скобок при x в какой-то там степени, это в точности, это в точности количество способов разложения показателя степени на попарно различные нейтральные слагаемые. Значит, вместо того, чтобы изучать вот эту задачу, на самом деле вы должны изучать вот такой вот ряда. Такое бесконечное произведение, разложенное в такой бесконечный ряда. Обратите внимание, здесь принципиальное количество множителей бесконечных. Для любого данного числа, вот вы взяли, скажем, число 2017. 2018. Замечательно. Вы можете, начиная с 2018-й скобки, ничего не писать, потому что нам совершенно неинтересно, что будет там, у нас все степени нужны только до 2017. Пожалуйста. Но, тем не менее, если вас интересует для любого натурального числа, то тогда такое бесконечное произведение. Отлично. Следующая строчка. Сумма нечетных слагаемых. Заметьте, уже нечетные слагаемые не обязаны быть разными. Здесь будет более хитрая штука. Надо в первой скобке написать так. Х в первой степени. Х в степени 1 плюс 1. Х в степени 1 плюс 1 плюс 1. Х в степени суммы 4 единиц. Х в степени суммы 5 единиц. И так далее до бесконечности. Вот такая вот первая скобка. Но на этом не заканчивается история. Потому что кроме единиц, есть еще тройки. Так и пишем. Х в кубе. Х в степени 3 плюс 3. Х в степени 6. Х в степени 3 плюс 3 плюс 3. Х в степени 12. Ну и так далее. Х в 15 и так далее. Надеюсь, вы понимаете, что дальше будет еще и следующая скобка. Это будет единица плюс х в пятой. Плюс х в степени 5 плюс 5. Плюс х в степени 5 плюс 5 плюс 5. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее. И вот нужно доказать, что это бесконечное произведение равно этому. Для Эйлера это было не то, что нужно доказать. А для него это была очевидная раенция. Ну, на самом деле, для тех из вас, кто закончил 9 класс, это тоже по государственной программе должно быть очевидная раенция. Потому что в 9 классе, здесь такая вот тема, сумма бесконечной геометрической провести. Поскольку я не уверен, что все вы уже обязаны закончить 9 классом, я на всякий случай быстро это объясню. И у нас с вами, действительно, честное слово, все быстро-быстро получится. Господа, оказывается, есть такое замечательное торжество. Кстати, оно нам все равно потребуется еще раз. Сегодня, для него все равно нельзя. Торжество такое. Когда 1 минус х умножаешь на 1 плюс х квадрат плюс х сумма плюс х четвертый плюс х пятый и так далее на бесконечности, то получаешь 1. Формула суммы бесконечной геометрической прогрессии. Она верна, если х число, для всех чисел х, которые по мудру меньше единицы. Но нас сейчас не интересует какой-то мудру в том смысле, что мы вообще считаем х буквами. Нам важно, что когда формально вы производите операции, то когда вы расценили все эти скобки, то у вас действительно справа получилась единица. Доказать это, кстати, очень легко. Посмотрите, когда единицу умножаешь на 1 минус х, получаешь 1 минус х. Когда х умножаешь на 1 минус х, получаешь х минус х квадрат. Когда х квадрат умножаешь, получаешь х квадрат минус х квадрат. Когда х квадрат умножаешь, получаешь х квадрат минус х четвертый плюс. Я дальше не буду писать, потому что вы уже заметили, что минус х плюс х, минус х квадрат минус х квадрат, вот это, вот это и так далее. Это все уничтожалось и получился ответ один. Так что, действительно, сумма бесконечной геометрической прогрессии действительно ровно такая карта. Сделаем. Теперь мы должны заметить, что вот здесь вот множители были вполне себе понятны, а вот здесь вот были такие длиннющие множители, каждый из которых это и есть та самая бесконечная прогрессия. Поэтому, для того, чтобы выражение стало более понятным, давайте я воспользуюсь только что доказанной вот этой формулой и применю ее отдельно к этому множителю, к этому множителю, к следующему и так далее, и так далее, и так далее. А то есть число находится не из-за равных, а из-за равных, а из-за равных, а из-за равных? Нет. Х это тупо. Лучше просто не думайте о значении числа. Но, поймите, когда вы делаете какие-то алгебраические преобразования, вам же на самом деле не так важно, что это можно подставить. Важно, чтобы это формально верно, что вы действовали по принципу А минус А это ноль. Понимаете, да? И так далее. Просто поправим алгебра. Так, все, все стираю. И начинаю писать в сокращенном виде вот эту штуку. Она не такая страшная. Геометрическая прогрессия вот эта вот. 1 плюс x плюс x квадрат плюс x квадрат плюс x квадрат. Мы знаем, как записывается. Это просто единица, деленная на 1 минус x. Следующая прогрессия. Это единица, деленная на 1 минус x квадрат. Следующая единица делить на 1 минус x квадрат. 1 минус x в седьмой. Ну и так далее. Единица минус x в девятом и так далее. Таким образом, достаточно для решения задачи Эйкера, которой мы сейчас занимаемся, доказать следующий факт. Что оказывается, вот это вот произведение равно вот этому. Давайте я его обратно выпишу. Следующий факт. Это произведение выражений такого вида. Единица, деленная на 1 минус x в степени 2n минус 1. Лучше 2n, чтобы степень n не путалась. 2n минус 1, где n пробегает все натуральные черты. Отлично. Вот это то, что Эйлер действительно доказал. Повторяю, для него это даже трудно, что доказал. Просто для него оно было очевидно. Давайте посмотрим и поймем, что для вас, как ни странно, ребята, но для вас это тоже очень простое. Это чуть ли не очевидно. Если 1 плюс x умножишь на 1 плюс x квадрат на 1 плюс x квадрат на 1 плюс x квадрат, то это то же самое, что когда единицу поделишь на 1 минус x, 1 минус х квадрат. Это чисто задача палки. Абсолютно упражнение по школьной области. Потому что 1 деленное на 1 минус x, это и будет 1 плюс x. Ну, это неправда. Когда вы 1 минус x умножаете на 1 плюс x, вы получаете 1 минус x квадрат. Но на самом деле, вы довольно близки к истине. Конечно, действительно очень разумно справа из знаменателя поднять все налево. Это действительно разумно. Так, в общем, в случае. Хотим доказать, что произведение, ну, ну, 1 делить на произведение. Да, это угол написан, да. И минус, да. Вот. Ну вот. Заметим, что у нас есть формула сокращенного умножения. Да. Это x квадрат. 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 Вот. Перенесем все вот эти вот сокножители в другую часть. Не надо на меня смотреть. Надо на них смотреть. Да, я не знаю. x минус 1, ну, с x плюс 1 даст... Я умею это объяснять лучше и проще. Но попытайтесь сейчас понять у Максима. x квадрат минус 1. Это правда. x квадрат минус 1 на x квадрат минус 1 даст x четвертый минус 1. И так далее. То есть у нас вот каждое следующее такое ослабляемое... Не слагаемое. Каждый следующий такой ослабляемое будет уничтожаться со следующим усиленобудовым. Со множителем, вот с таким вот. Там где у него будет степень бойки такая же, но плюс 1. Вот только у нас будет вот в почке таких чисел. У нас 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. Вот они уничтожаются. То есть x минус 1 уничтожается. x минус 1 дает x квадрат минус 1, который каждый раз будет уничтожаться. Вот. Это в двух степенях. У нас есть число... Во-первых, вы правы. Во-вторых, давайте я все-таки умею это объяснять получше. Я сейчас еще раз все сотру и напишу доказательства, мне кажется, более понятным образом. Хотя мы все равно как формальный грязь по сути. Сделаем так. 1 плюс x напишем в таком виде. 1 минус x квадрат разделить на 1 минус x. Согласитесь, эта формула верна? Еще раз. 1 минус x квадрат делить на 1 минус x. Это в точности 1 минус x. 1 минус x квадрат, вы уже догадались. Это 1 минус x в четвертой разделить на 1 минус x квадрат. 1 минус x квадрат. Это 1 минус x в шестой разделить на 1 минус x квадрат. 1 минус x в четвертой. Это 1 минус x в восьмой разделить на 1 минус x в четвертой. 1 минус x в пятой. Это 1 минус x в десятой разделить на 1 минус x в пятой. Я в каждом множителе, то есть формально говоря, это записывается так. Это произведение единица минус х в степени 2n разделить на 1 минус х в степени n. По всем n больше равниться. Ну и то бесконечное многое. А теперь смотрите, что у нас получилось. Множители, которые вверху, это множители вида единица минус х в четной степени. Причем все четные степени встречаются ровно по одному равну. Множители, которые внизу, это просто единица минус х, единица минус х в квадрат, единица минус х в квадрате, четвертый, пятый. Здесь просто единицы минус х подряд во всех туральных степлях. Что бывает? Когда вверху написаны все четные, а внизу написаны вообще все подряд. Когда мы сократим, понятно по такому принципу, да? Вот один минус х в квадрат сократим вот с этим один минус х в квадрате. Один минус х в четвертый сократим вот с этим один минус х в четвертый. Один минус х восьмой сократим и так далее, и так далее, и так далее. то у нас сократится полностью весь числитель. А во взнаменателе не вполне, потому что черные показатели в знаменателе сократятся, а нечетные останутся. 1-х, 1-х2, 1-х5 и так далее. А это и есть тоже действие. То есть смотрите, здесь все черные числи, а здесь вообще все натуральные числи. Поэтому, конечно, это есть 1-х в степени 2м-1 по всем мучениям. Так вот, таким способом при помощи бесконечных рядов удалось доказать теорему Эйлера. Еще повторяю, для Эйлера этот способ, как ни странно, был более понятным, чем комбинаторный. Забавная вещь. Некоторые задачи, которые он сумел решить при помощи рядов, были потом решены комбинаторно. Не просто не скоро, а, понимаете, им казалось, что с рядами легче. Что для вас лучше, комбинаторное рассуждение или же рассуждение такой вот из анализа, с рядами и так далее.